Здравствуйте, еще раз. Здравствуйте. Меня сейчас ваши подписчики возненавидят, что я заняла весь ваш эфир. Ну, ничего страшного. Не ты бы кто-то другой бы занял. Я час сидел тут, кто-то, никто не выходил. Ну, тут и тут, хорошо. Вот, поэтому... Поэтому это твоя любовь к самой себе, и ты так себя... Это твое проявление твоей любви к себе. Из-за этого ты хочешь жалость вызывать, чтобы пожалели, пострадать немного. Потому что статус страдающей женщины, он выше, чем статус одинокой женщины. И даже если у тебя есть отношения, они там 4 года идут, тебя замуж не зовут или ты не хочешь, и это тоже напрягает очень сильно. Нет, там другая ситуация. Ну, возможно. Я боюсь сказать, потому что... Лучше не говори. Я тебя понял, ты не говори лучше ничего. Да, да, да. Ну, вот. Игорь, в общем, тогда мы с вами запишемся, да, вот на... Ну, проговорительно на... Смотри, если тебе близко ехать в Актюбинске удобнее, приезжай в Актюбинск. Если ты можешь приехать в Астану или в Алма-Ату, приезжай в Астану или в Алма-Ату. Нет, я там даже ни разу не была. Ну, значит, приезжай, посмотри Астаницу, что-то... Игорь, между Астаной и Алма-Ату, вообще, ну, между Астаной и Актюбинском, там расстояние очень небольшое. Ну, у меня, да, у меня родственники в Астане тоже живут. Ну, приезжай в Астану. К нам больше в основном приезжают. Мне у себя стало легче. Ну, здорово. Я рад. Спасибо вам, Игорь. Пожалуйста. Ну, все, всего доброго. Все, давай, счастливо. Я не буду заниматься, это мне неудобно. Может, кто-то еще хочет к вам. Спасибо вам огромное. Ну, давайте, до свидания, пока-пока. Так, тут спрашивали... В Астане-то я... Так, ну, в Астане, когда будете? В Астане буду... Так, 29-го я буду уже принимать индивидуально, и 2-го, 3-го февраля будет тренинг. Записаться напишите в инстаграм, в директе или ватсап, я завтра разгребу всю переписку в днем, надеюсь. Эля. Давайте с Элей поговорим. В Актау пока не знаю. В Таразе не хотим. В Таразе у меня нет организатора, и Тараз очень близко к Алматы, поэтому не вижу смс-ку. Им проще сюда. Здравствуйте. Здравствуйте. Я пошел спать. Вас не видно. Вы специально, да? Ты прочел? Так. С Новым годом у вас, дай бог, что вам всего хорошего. Псалян, каким образом эту ненависть проработать можно? Это надо прийти, проораться, да? То есть вы придете, я с вами поработаю, орать будете, конечно, очень этот... Смотрите, псориатство людей, это очень много претензий вообще ко всем. И в первую очередь к самому себе, да? То есть все виноваты, я виноват. Это просто там... Можно меня... Мира, да? Здравствуйте. Причина низкого гемоглобина, по-моему, это нежелание жить. Возможно. Я могу ошибаться, но... Это низкий... Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут и с какого вы города? Мира. Мира. Тау, хорошо. Да. 5 августа у меня день рождения 1982 года. Хорошо. С чем хотите? Ага. У меня страх. Меня беспокоит. У меня вот в голове столько там мыслей. Не знаю, как побороться со страхом. Всегда у меня дурные мысли, всегда приходят. Вот то, что я думаю, оно всегда исполняется. В последнее время вообще. Даже хорошо. Просто надо позитивнее думать. Да. Ну и тоже развилась с мужем уже четвертый год. На личном жизни никак я еще не встретила своего человека в поиске. У меня, может быть, блоки. Глаза закрой. Можешь подышать чуть-чуть? Не напугаешь народ? Давай. Закрой глаза. Вдох через нос. Вдох через нос. Просто подыши. А я пока поговорю, а ты пока дыши. Ладно, не отвлекайся. Хорошо. Скажите, когда будет рейд по Алматы. В Алматы будет 19-20 января. Как избавиться от долгов, это надо заработать, наверное, я не знаю. Там комплекс, ну реально комплекс там надо мероприятий. Я тебе несколько раз предлагаю в эфир выйти. Ну вот сейчас поработаем, потом давайте кто-то позову. Год назад. В эти выходные нет, с понедельника буду работать. Если у вас псориаз, у вас капец проблемы, там претензий сколько-то. Пищеводцы, ну не знаю, это надо смотреть, сколько лет еще. В Германии в последнее время люди прямо идут, и честно, это от человека очень сильно зависит. Псориаз, это внутренний ненависть к себе. Это надо вот так прорабатывать, это будет тараз, плать. Что чувствуешь сейчас? Голова кружится. Дальше еще. Высокий гидимонглобин 178. Для мужчин это норма, для женщин это немножко, конечно, перебор. Вы, скорее всего, в мужских энергиях. Вы попробуйте пить побольше воды и как-то женщину свою развивать. Желчные кабины. Повышенный гидимонглобин. Это же высокие, должны быть высокие нагрузки, возможно, у вас физические. Принятие решения, где-то рискуете очень много, наверное. Вам надо из мужской парадигмы выйти в женскую. Поэтому. Ты телефон в раке, что ли? Да. Ты его можешь где-то поставить, чтобы ты не осветлась у него? Что? Выapка. Выпуф. Выпуф. Продолжение следует... 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 На тренинг я ничего не надо сделать, просто приходите. В аппарату, пока не знаю, надо, ну, теперь еще в этом году походу на них. Иди в туалет, прямо два пальца в рот засунь, блевани иди. Ага, я ее с собой принесла. Давай еще. Вот так. Один из четыре годиков, отдыхается. Посмотреть не знаю, как ты не стал, что все. Давай, давай еще. Блюй прям. Ой, хорошо. Давай еще. На горло тебе. Посмотри сюда. Ага, молодец. Давай еще. Ага, давай еще. Вот так. Блоки вот, чтобы... От кого надо назначение, я не понял. Как бравку по комнате полагается? Давай еще. Блюй, е-ка на чем-то. Вот. Вот, еще. Сейчас жижа выйдет, прям, давай. О! Муха, привет. Жива? Да. Ну, хорошо. А у нас все, как всегда, хорошо. Не было. Мне тоже затошнило, тошни. А у нас все, как всегда, не нравится мими, смотри-ка. Настой-ка. Как-то, 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 как-то. Вороса не был. Что у тебя там происходит? Что чувствуешь? Как будто у меня груз упал. Ну, и хорошо. Ой, наступил до свидания. Такое, у вас умных, у меня там, ага. Умников сразу буду удалять, чтобы не портили мне тут. А то потом начинают в линчку писать еще. Голос всякие. Ну, вот я смогу принять в понеделье, чтобы. О, да, 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 не счет. О, да. О, да. О, да. расскажите насчет за это не сможете перед родителями это надо вас сначала смотреть я не знаю смогу или нет потому что заикание один раз получилось но потом мама передали на руку и опять короче на полога это надо корректировать потом он опять салазвитаться и в общем по моему заикает жива отлично ты потом только это лицо покажи счастливое вообще супер вот такое чувство словами не передать прям как будто у меня груз вообще суперская я извиняюсь обливанула все благодарю сразу не уходи ты еще идет давай тебе точно хорошо расскажи что чувствуешь что с собой происходило то что у меня накопилось столько времени я все время выдыхаю это все вытаскиваю но у меня никогда не получилось как сейчас 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 что чувствуешь как будто я на пещере нахожусь у тебя у тебя ведь денег все это идут или что у тебя нира ты со мной разговаривай тогда я тебе процесс пошел что с собой происходит ноги они у меня руки покажи руку давай давай а нормально дыши сворачивает их нет опускай руки но и чо и а и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok 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 Я смотрю на работу, это не лечение. Конечно, там, когда ты прорабатываешься, то у них три вещи выходят, болезни проходят, но это не основная цель. У нее самоедство, у нее агрессии много, в общем, у нее очень много протязей к людям, обидцам, вот это, знаете, печень прям болит, прям у нее, желчи немерено просто, душа болит, разрывается. Ему про льет, чтобы еще помогло. Она плакать не хочет, вот бельет. У всех выходит по-разному, по-то. Беременность зависит от какого срока, да, может иногда лучше не провоцировать, а иногда лучше перед родами вытащить. Вы мне в директ, так, записаться заранее в Москве на прием, вы напишите в директ свой номер телефона, напишите имя и фамилию, и город, где вы находитесь. Я у вас, я сделаю рассылку перед выехать в Москву. Злон в ухе, честно, я не знаю, куда надо смотреть. Бывают волоски отмирают, а это оно неизвечимо. Я работаю с автоматикой, а не с таким. Если сохранится, он еще в выходе завтра будет. Сибирский привет. О, Крюбинара. Вот Женарова у меня тоже была на тренинге два-несколько раз. На индивидуалке была. В Караганду не еду, Караганда близко к Астану. У меня столько аудитории такой нет. В Караганде что-то не ешь. Пока. Продолжение следует... Тепло пошло. Угу. Мне жарко стало уже. Жара. Что-то такое впечатление в плит. Ну, у всех разные проявления бывают. Цена и для ребенка, и для взрослого человека одинаковая. Вообще, да, здесь никакой нет. Родителей я понимаю только после родителей. что вы должны понимать, куда выпрямлюсь. У меня сейчас время пол первого ночи. Вот по-моему, сейчас отпустила, да? Да, отпустила уже. Не спать, ничего, не охота? Неа, все хорошо уже. Игорь, столько вышло с меня вообще-то невозможно вообще. Запах ужасный. Воняет, да. Воняет, да. Кислый такой ужасный вообще запах. Угу. Это как гнилой лук такой. Да. Поближе теперь садись можешь, да? Да. А то мы тебя весь эфир не видели вообще. Ты где-то была внизу, и нам было сложно понять, что... Просто я неожиданно же, неожиданно получилось, да? Я просто уже легла спать, а потом смотрю ваш эфир. Давай-ка я попробую, может, у меня получится. Крутая. Да. Рассказывай, что с тобой происходило, что ты чувствовала в этот момент? И какой эффект сейчас, как теперь? Ага. Сейчас понятно. Еще хочется рыдать. Ну, по-моему, ты еще будешь, да. У тебя много, ты очень сильно обиженная на всех. На всех, да. Да. Не, с детства. Я сама недовольна. Письмо прощения писать, не писать. Ну, я же в прошлый раз в Дереке написала к вам, надо писать вот это письмо прощения. Главное, мне написали уже, мне надо сделать, а я думала, после Нового года я сделаю это письмо. Ага. Ты еще не делала. Да, еще не делала. Буду скоро делать. Ага. Такая красивая стала куфа. На самом деле, это лицо меняется, действительно, после таких проработок, потому что мышцы расслабляются на лице. Да. Ну, ощущения совсем другие. Рассказывай теперь. Можешь говорить теперь? Я ничего не хочу рассказывать, потому что мне сейчас очень хорошо, очень классно, поэтому ничего не хочется. Ну, хорошо. Просто, просто, знаете, как, душе хорошо сейчас, прям, просто хочется тишину ловить и не спать. Все. Благодарю, я к вам. Ну, хорошо. Вы когда приедете в Актюбинск? В Актюбинск это в конце февраля, по-моему, вот. А в Актау не собираетесь? В Актау пока я не знаю. Там, даже если соберусь, может быть, летом. Не знаю пока. А в Астане когда? В Астане это 2-3 февраля. Ага. Опять вертит. Тебя веселая ночь ждет, я тебе скажу. Ты с унитада не следишь? Сны? С унитада, говорю, не следишь. А-а-а, все ясно. Ты когда блевала, какие ситуации всплывали какие-нибудь в голове? Обиды на кого-то там, что-то пролетало? Обида к мужу, по-моему, вот это вышло. Сейчас, мне кажется, я его отпустила. Вот когда я блевала, тогда я его отпустила. До этого времени не обида была к мужу. Ага. Мне кажется, вот это вышло. Ну и хорошо. Ну здорово тогда. Благодарю. Пожалуйста, спокойной ночи. Спасибо большое. Давай. Пока увидимся. Спасибо большое. Пожалуйста. Так. Народ. Так. Народ. Кто там, этот, с аккаунтом психолог, кто-то там, что-то случилось и говорили. Напишите в этот комментарий или что-нибудь. Я вас подключу. Смотрите. Сейчас. Что вообще? Я тоже хочу в эфир. Я тоже хочу в эфир. Так. У меня рано. Ну-ка. Смотрите. Цены я не буду здесь озвучивать, потому что эфир будет сохраняться. Я не хочу. Чтобы цены фиксировались. Потому что цена, ну в общем, у меня политика ценовая такая, что... Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Гульнара. Я тоже с города. Ага. Я проводил тренинг у Махпал. Ага. Ага. Вот. Ну я так поняла, что вы работаете на разных энергиях. Она на женской, она на мужской. Поэтому, хотел бы попасть к вам, но я так поняла, что еще не скоро получится. В октябре приходи. Ну, постараюсь, конечно. В октябре, в конце февраля, да, вы сказали? Да. В октябре, в октябре, в октябре, в октябре, в октябре. В октябре. Ну, это вот октябрец будет. Да, на самом деле... Ну, на самом деле... Ну, можно позволить себе. Ага. Поэтому... то тогда лучше в Астану. В Астану? Ага, в Астане когда будет? В Астану мне, в принципе, было друзей? Ну, в Астану приезжаю, это будет 2-3 февраля. 2-3 февраля. Хорошо. Я немножко жестче просто по энергиям, если этот... Макпан все равно девочка, это больше женские энергии. У меня такие непонятные. Я работаю уже с другом. Она говорит, это вообще другое, конечно. Я бы хотела попробовать. А, Карлана недавно была, да. Да, с Димой это мои друзья тоже. Рекомендации есть? Страшно немножко к вам почему-то. Ты же видишь, это не так страшно, как кажется. Да. Да. Хочу попробовать? Ну, давай, закрывай глаза, дыши. Я буду болтать, ты больше внимания не обращай. Телефон поставь так, чтобы твои руки были не заняты. Да, все, вот я его прикрепила. Все, окей. Давай, закрывай глазки, просто дыши. Так, разрушаем. Давайте, конечно, хорошо. Ой, блядь, как вы... Как хорошо, назовем привет. Доллар растет. Доллар упал, между прочим. Ты просто, даже, не видела. Так. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры создавал 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 DimaTorzok Вряд ли получится хотя бы видео включать полный youtube слабость что произошло подушка есть рядом подушка рядом есть возьми прикрой вот так подушку проори прям сильно давай сильнее ори еще ори вот так еще уши закладывают это вы не хотите слышать людей ори громче еще кричит давай еще возьми подушку прохлечения говорю не вот что то очень близко да сильнее еще сильнее что произошло облегчение облегчение пришло в руках ногах здесь еще болит немного шея напряженная за лопатка за лопатка отошло здесь дальше работаем да думаю пить надо да давай 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 а можете дать короткого пояснения происходящего это вывод эмоциональных блоков из тела человека это выходит на негативные энергии и все и все мокрота выходит хорошо у тебя хроническая усталость да постоянно уставшая это недосып не могу выспаться время и интуиция пропала да обычно все чувствую что нужно делать а тут как-то ничего не у тебя чуть мало справки у тебя нету этот у тебя приглушена воля твоя сил мало из-за этого и у тебя закрыт вот это вот этот человек вот третий глаз закрыт чуть да вот обычно я знаю прямо наперед что будет что делать надо тут что-то последнее время закрывай глаза давай пооткрываем тебе все закрывай глаза глаза закрой ну вот так дыши сейчас посмотрим что бы Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Другую сторону крутится И третья Она в другую сторону крутится Это третья чакра И теперь смотрите шестая Остальные чакры у нее все крутятся Седьмая чакра Пятая Четвертая Остальные все нормально У нее проблемы с первыми С двумя нижними Дыши лицо не имеет? Дыши глубоко Вопросы с двумя нижними Это вот вторая и третья Это секс и Деньги Это воля И интуиция Вот три чакры, которые немножко перекрыты Они вертятся немного в другую сторону Не много, а прям в другую Ты дыши глубоко Не могу меня закрывать Уточка вытягивается, да? Ага Утас Бери подушку Ори тогда нам надо закончить да возьми подушку прям а прям кричи ори я тебе говорю еще вот еще сильнее еще давай вот вот что-то похоже нет чуть-чуть еще губы свалит и руки давай мама поругались что делать ничего не делайся в покое мама мама манипулирует отпустила нет рот свалит до сих пор давай ты на меня не слышишь да я тебе ори до иступления я тебя только ставлю как ходить будешь завтра давай ари сильнее он до визга должен быть крик завтра это хорошо жена до тебя смотреть не буду на рамке сейчас тут весь эфир будут проситься легче даже говорить не могу собак кричи ты говорю у тебя должна гортани расшириться кричи у тебя три минуты давай о светлана легче чё там давай еще и вот она еще молодец почувствовала вышла щеки отпустила дорогая короче смотрите облакируют причем это мне кажется это очень свежая ты кому-то занозила очень сильно я не знаю когда я не знаю это в основном бывает из-за денег это в основном бывает из-за взаимоотношений в общем это из-за денег и из-за мужчин других причин практически нету вот теперь давайте смотрим тебя 2 3 давайте шестая вот и все открылась но это по состоянию на сейчас ты так не закрыла так можешь закрыть понимаешь самостоятельно поэтому над собой надо постоянно работать да что значит блокируют да это кто-то негатив посылает как бы я понимаю что ли мое это да магия вот это очень заткнулось вот эти тюдю тюдю вроде вот что пути ничего не получалось прям губа как будто не моя как после наркоза на слезе снимал мне прям хорошо отпустила руки-ноги а что делать как это можно прорабатывать как вы говорите во-первых это письмо прощения в любом случае во вторых это надо до конца снимать это надо получить столько сеансов пока ты не станешь от дыхания кайфовать ты стала дышишь ты улетела там ты поспала как только у тебя вот это состояние все потому что пока на тебя делают что-то ну тебя будут блокировать и ты не сможешь с этим ничего ты можешь прийти на тренинг и научу защищаться но это такое оно оно тебе даст лишние пять минут чтобы добежать до туалета то есть это у тебя будет чуть больше времени чем у остальных и все ясно в смысле махпал не дочистила ну у махпал я когда была это смотри там там выходит слоями и там такого нет что ты к дому пришел и где там дочистили до конца почиститься до конца ни у кого не получается поэтому если разные жизненные этапы вот допустим один этап прошла допустим доходом в 1000 долларов ты отработала да махпал с тобой поработала я почистила дошла доход в 3000 долларов у тебя новые блоки выходят новые тараканы другие проблемы совершенно то ты не могла себе туфли купить то ты не могла себе туфли купить теперь ты можешь туфли купить но все равно уходишь в старых и теперь заново надо себя расстроить и опять надо работать понимаешь и на каждый свой уровень дохода надо заново заново все прорабатывать да я согласна уровень нормы поэтому с каждого этапа выходят разные поэтому я вообще рекомендую если человек быстро развивается то на тренинг надо попадать хотя бы раз в полгода раз в год если твой доход увеличивается кратко если ты как-то в гомеостазии там допустим зарабатываешь один и тот же доход нехера тебе делать на тренинг понимаешь смотри пришла на тренинг доходы увеличились еще раз принять пришла на тренинг доходы такие же ну короче значит профукала тренинг приди заново и тебя доходы опять поднимутся если ты пришла на тренинг и у тебя там раз поднялись доходы и ты выровнялась и тебя это устраивает в течение двух лет ты зарабатываешь одну или ту же сумму не приходи тогда хочешь больше приходишь опять поднимаешься и теперь закончится прокачиваться ну все мне прям хорошо у меня такое облегчение у меня короче до этого прям было такое хочу спать когда девушка блевала и озевала все это 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 это